Была поставлена задача, чтобы найти место. Вот я и ходил как сумасшедший. Ну как как сумасшедший? Ходил по городу и спал с этим, просыпался, искал места. Но я не помню как, но вот я шел просто по улице Марии Чеботари, вот увидел этот забор, этот несчастный. Постройку какую-то, да? Какие-то машины? Нет, а ее не видно. Ее когда раньше, сейчас уже мозаика видна. А вот был виден только забор вокруг здания. Два метра имел высоту. Он имеет три метра где-то, да, три метра он имеет. И он облицован косовским камнем. Этот камень, я ничем против не имею, очень хороший. Но он уже постарел и все такое. Просто длинный такой забор идет. И ну тут был еще заборчик такой, там вот это вот внутренний. Я потом узнал, как мне объяснили, вот там был внутренний дворик, достроили театр-уперебалета для больших чиновников. Там специально был отдельный вход, подъезжала туда машина. Они заходили напрямую прямо в зал. То есть это когда давно еще было. Это когда еще не было вот этих пиццерий и всего остального. Да, да. Мы говорим изначально, как это было предусмотрено. Сейчас технологически даже он потерял свое предназначение. Да, естественно. Потом там образовался какой-то внутренний дворик. Потом я зашел вовнутрь, посмотрел, что оказывается за этим сбором целое здание. Есть вспомогательная, которая обслуживает театр. Но вот этот вот угол вот этого здания, он на меня сразу... Идеально вписывается просто. Идеально вписался. И тут еще и театр, оперы, балеты, и тут еще и вообще лучше место. Что-то я сразу ее увидел, вот как она сейчас уже готова, я ее сразу у себя в голове, ну, в сознании увидел, прочувствовал. Но были же другие еще варианты. Да, да, естественно. Расскажите еще несколько. Ну, второй вариант, это был возле... Ну, не возле, за библиотекой, национальной библиотекой, за... Там, где парковка, по-моему, Николая Шула. А кто прямо называем, да? Да, вот именно, там парковка, но там тоже есть подпорная стена такая, тоже углом идет, как бы, и она, как бы, ее фасад был бы направлен на окна правительства. Но опять же, там парковка. И до леди особо не ходишь? Да, и одна сторона... Ну, там тоже вот такая проходная, транзитная зона большая. Ну, она в глубине как-то, она все-таки спрятана. Да, библиотека, да, Николай Сулак, да, правительство. Вроде бы, тоже неплохое место. Ну, вот это место было, потом я что еще думал? Думал еще театру... Зеленый театр в парке. Да, да. Зеленый театр. Интересны, кстати, варианты. Тоже вариант был такой, как бы... Но его нужно было бы так... Ну, надо было там поработать, как ее туда вписать. Но Зеленый театр был вот еще один вариант такой. То есть вот четыре варианта. Изначально был Кауфланд, ну, в смысле Рыжкановка, и вот пошли вот эти варианты. Я, естественно, был за этот вариант. Ну, и дальше уже все пошло как по закону, будем так говорить. То есть я с этими четырьмя вариантами вышел на консиль охраны памятников Министерства культуры, предложил все вот эти варианты на рассмотрение. Ну, и, естественно, выбрали вот этот вариант, хотя никто в себе сильно так не представлял, что это будет. Но я постарался все это визуализировать, даже маленький... Здесь есть у нас это видео, да, у нас появились показы. Есть маленькое видео такое, как бы, будем говорить так, консиль у меня поддержал и дал добро вот на вот это вот расположение. Спасибо.